Всем привет, вы на канале Jumping the Shark. Как вы могли знать, 20 февраля прошел стрим разработчиков, приуроченный к достижению 100 тысяч участников на официальном дискорд-сервере игры. О всех интересных деталях, озвученных на стриме, я бы и хотел с вами поделиться в данном видео. Самое важное — это вторая глава, ориентировочно она выйдет в начале лета. Разработчики продолжат делиться контентом в своих социальных сетях, чтобы понимать реакцию игроков на те или иные новшества до их введения в игру, но пока они не хотят многого раскрывать. Но чего точно стоит ожидать, так это Caravan Island, некоторые другие локации и новые игровые механики. О чем конкретно идет речь касаемо последнего, понять пока сложно, но первостепенной задачей для себя разработчики называют разнообразие геймплея и игрового контента. Сейчас разработчики уже активно работают на второй главой, делятся некоторыми наработками, спрашивают у игроков, какое лучше животное добавить на Caravan Island и обдумывают направление расширения водного мира. Возможно, в игре появятся дельфины и прочие водные существа. В плане разнообразия игры, скорее всего, мы увидим еще больше разных биомов. Первоначально все острова были похожи на джунгли, Бальбоу стал лесным биомом, и мы уже точно знаем, что Caravan Island будет пустынным островом, так что возможно стоит ожидать зимний биом и в целом более разнообразной локации. Во второй главе будет добавлено зарядное устройство для батареи. Данная механика уже реализована в игре в виде мода, и вот разработчики обещали добавить ее в основной клиент. Также недавно на своем дискорд сервере разработчики проводили конкурс на строительство плота. И вот на трансляции были объявлены три победителя. Их плоты будут отображаться в главном меню. Не все три сразу, конечно, а каким-то образом меняться, скорее всего при перезаходе в игру. Они должны появиться в игре уже в следующем маленьком обновлении. А вообще разработчики говорят о том, что теперь они нацелены делать более масштабные, но редкие обновления. На данном этапе они занимаются оптимизации, исправляют мелкие проблемы, такие как расположение чаек. Возможно нам добавят еще несколько играбельных персонажей, NPC, ведут игровые серверы и портируют игру на консоли. Также разработчики готовят мерч, а именно футболки с таким вот принтом. По основным моментам я пробежался. Сами понимаете, невозможно уместить полуторачасовой стрим в несколько минут. Так что если не хотите пропустить ничего интересного, то смело подписывайтесь на канал. Я продолжу освещать для вас всю поступающую информацию. Не забывайте ставить лайки и делиться видео со своими друзьями. Всем пока и до встречи в следующих видео.